Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Сегодня у нас очередной выпуск рубрики Пищевые Фобии. И я с вами хочу обсудить страхи, связанные с ГМО. Что же такое ГМО? Это сокращенное наименование генно-модифицированного организма. И судя по тем истерикам, которые устраивают противники этого самого ГМО, они слушают жуткое название. Тут же представляются персонажи фильма «Чужой» или «Мутантов» или прочую гадость. Давайте прогуляемся. Итак, растения и животные состоят из клеток. Если, например, два животных спариваются, то их потомство, как правило, наследует признаки обоих родителей. Нет, конечно, иногда случаются чудеса. И бывает, что в семье двух абсолютно белых представителей европеоидной расы рождаются вдруг ингредиционок. А то, что соседом по подъезду у этой пары является черный как ночь спортивный белозубый эфиоп, ну, не более чем совпадение. Но такие случаи крайне редки и не выпадают за пределы статистической прогрешности. А вот за то, что у парочки огненно-рыжих родителей рождается такой же рыжий пацан, отвечает, кто бы вы думали, нет ни партия, ни правительство, а химические соединения, молекулы. В клетках животных и растений есть макромолекула, дезоксилибноуклеиновая кислота, сокращенно ДНК. В печеных белых халатах, разглядев эту гигантскую по размеру микромира, понятно, молекулу, свои микроскопы, тут же бодренько начали ее изучать. И в середине 20-го столетия яйцеголовым таки удалось расшифровать эту самую ДНК. Но опытливым современной науке на этом не остановился. Они продолжили изучение, и неожиданно выяснилось, что отдельные участки этой самой ДНК, их назвали гены, и отвечают как раз-таки за передачу потомству наследственных признаков. Короче, выяснилось, что в этой макромолекуле и зашифрована полная информация о том, каким организм получится. Вы спросите, а как же тогда эволюция? Ведь получается, Дарвин врал, когда говорил, что всем им произошли это обезьян. Отвечаю, не врал он, Дарвин, врал он кто-то другой. Чарльз Дарвин никогда таких глупостей не говорил. Он говорил, что и у современного человека, и у современных высших приматов общий предок. То есть, как это часто бывает, папашка один, а детишки сводные. Вы закономерно спросите, Холмс, ну черт возьми, как? Ответ страшен. Генное модифицирование организмов, мутации. Все изменения видовых признаков в природе происходят как раз-таки из-за мутаций. Впрочем, идея о том, что стоит человеку съесть какой-нибудь мутаген, и у него тут же вырастут рога или удлинится кое-что другое. Интересно, но несостоятельно, потому что это так не работает. В результате воздействия какого-нибудь мутагенного фактора, ну радиации или ядохимикатов каких-то, один небольшой участок ДНК-ген удаляется, а на его место внедряется другой. Ну вот представьте себе текст великого произведения «Войны и мира», набранный на компьютере. Это ДНК. Тут к этому компьютеру подкрадывается мощный мутагенный фактор. Это вы зажмуриваете глаза, на всякий случай для наежности завязываете себе их и начинаете бодро молотить по клавиатуре. Скажите, какова вероятность того, что в результате ваших действий вы получите не какую-то билиберду, а вполне адекватную замену головы великого старца? Правильно, вероятность крайне мала. Но иногда такое случается, и тогда в результате этих редчайших, невообразимо редчайших событий появляются растения и организмы, которые отличаются от своих родителей, от своих предков, дедушек, бабушек, несколько больше, чем это было бы прилично. Как вы, вероятно, догадываетесь, далеко не все такие вот случайные изменения полезны для того, кто этот организм или растение использует. И последние несколько тысячелетий... Ла! И последние несколько тысячелетий человек взял этот процесс в свои мозолистые руки. То есть сначала отбирать и культигировать растения с полезными для человека мутациями. Стало растить и сохранить потомство животных с полезными для человека мутациями. И сегодня мы можем наблюдать, как отличается садовая огромная клубника от лесной или полевой земляники. Или чем отличается дикий лесной кабан от своего домашнего родственника. Тут и размеры, и толщина сала. Процесс вот такого искусственного отбора, селекции хорош. Но для нашего современного быстро меняющегося времени недостаточно эффективен. И граждане ученые не сидят сложа руки. Они изучают, какие именно участки ДНК, какие гены, за какие именно наследственные признаки отвечают. Они изучают способы, какими именно природа занимается рекомбинацией генов. То есть удалением из молекулы ДНК, не разрушая ее некоторого участка и заменой этого участка другим. Причем речь идет не только о жратве. Есть и целая куча наследуемых, то есть передаваемых генным путем заболеваний. И естественно родители, пусть даже и болеющие, например, гемофилией, хотели бы родить здорового ребенка. Так вот для этого нужно, чтобы ученые удалили из яйцеклетки будущей мамы тот самый ген, который передает гемофилию будущему ребенку. То есть исправили по сути ДНК. На сегодняшний день, по крайней мере, насколько это известно из открытых источников, не существует способа лечить генные заболевания. Пока идет работа над тем, чтобы генные заболевания не передавались будущему потомству. То же самое и с растениями. Не существует на сегодняшний день способа изменить растения. Существуют способы изменить будущее потомства этого растения. То есть изменить генный материал в семенах, и тогда из семян вот такого геномодифицированного растения вырастет растение уже с новыми наследственными признаками. Человек ежедневно потребляет огромное количество пищи, и ему в желудок валится огромнейшее количество клеток разных животных и растений. И все они желудком, если быть до конца точным, желудочным соком, желудочной кислотой и ферментами, желудка и кишечника разбираются на составляющие, на молекулы. А теперь представьте, например, вы любите очень крупные красные яблоки, а в природе таких не существует. Существуют крупные, но зеленые, и красные, но мелкие. И вы вынуждены трескать это все. Но тут приходят ученые в белом халате, смотрят вооруженным глазом на вашу трапезу, и определяют, какой ген в этом яблоке отвечает за его крупность, а какой ген в этом яблоке отвечает за его красноту. Он берет у вас много миллионов денег, и 10 лет, обычно именно столько для цити-исследования, занимается вопросом замены зеленых генов этого крупного яблока на красный вот этого мелкого. После чего еще 5 лет идет длительный процесс сертификации. И, наконец, вы получаете семена растения, плоды которого являются одновременно и крупными, и красными. Вы спросите, а можно ли мне его есть? А вдруг, съев это яблоко, я стану одновременно крупным и красным? Ведь я съем одновременно ген крупности и красности. Друзья мои, вы же всю жизнь съели ген крупности и ген красности, когда поедали это и это яблоко. И если вы до сих пор остались мелким и зеленым, то вам уже ничего не поможет, хоть ведро этих яблок съешьте. Ну, если только не мешается какой-то, конечно, мутагенный фактор. Я надеюсь, что достаточно скоро пытливый ум современных генетиков наконец-таки разберется досконально в этом вопросе. И они смогут не просто заниматься вставкой в ДНК уже существующих генов, но и составлять абсолютно новые с заданными свойствами. Но на сегодняшний день их работа заключается в вытаскивании из существующей ДНК существующих генов и вставку этих самых генов в другую ДНК. То есть, по сути, это работа хорошего компьютерного ремонтника, который из одного ноутбука вытаскивает, ну, допустим, видеокарту, и вставляет ее в другой ноут на замену. И только когда этот ремонтник станет суперкрутым профессионалом, он сможет вместо замены одной видеокарты, существующей на другую видеокарту, тоже существующую, он сможет разработать абсолютно новую, идеально подходящую к другому ноутбуку. И это будет эра сверхчеловека. Спасибо за компанию. Всем пока.